мои желания что значит мои желания наша задача понять желание мои открыты или закрыты или крыты зачем это важно почему это важно когда человек в предназначении то у него есть определенные желания есть определенные цели которые он должен достигать реализовываясь и живя в своем предназначении если желание переключить человек то соответственно он не сможет жить в свое предназначение как понять что ваши желания открыты или закрыты нужно вам будет потом после вебинара сделать такое упражнение с 90 за 15 минут вам нужно будет написать 90 желаний и если вы справились с этим заданием легко я вас поздравляю ваше желание открыты то есть одна из шести установок до универсальных у вас уже есть и вы переходите на вторую ступень к своему по пути к своему предназначению если же ваш ответ будет примерно такой что я написал не более там 17 20 желаний то к сожалению ваши желания закрыты и нужно срочно делать проработку находить установки зачем вы закрыли свои желания трансформировать их и открывать если же ваш ответ такой что для часто или редко говорю сам себе я не могу себе этого позволить сейчас я не могу себе этого позволить пока да потому что и какие-то причины либо вы говорите что нужно это заслужить или вы говорите много хочешь мало получишь ну и наше любимое наверное выражение по крайней мере моё поколение мы все время говорили вот чего захотел до раскатал губу закатая и обратно если такие фразы вам знакомы вы их используете либо вам это говорят то это тоже признак того что желание ваши закрыты следующая универсальная установка это любовь к себе просто так и наша задача сейчас понять люблю я себя просто так ключевая фраза здесь именно просто так потому что многие конечно могут сказать конечно я себя люблю да там но здесь именно ключевой ключевая фраза это любить себя просто так если вы вспомните ребенка то он детей мы любим просто так дети также любят нас тоже просто так ни за что и ваша задача перечислить причины по которым я могу себя любить если ваш ответ мне не нужны причины для того чтобы любить себя я себя люблю любого при любых обстоятельствах и просто так то я вас тоже поздравляю вы значит у вас любовь к себе просто так открыто эта установка не слетела и вы переходите на третью ступень на пути к своему предназначению если же ваши ответы я написал причины по которым я могу позволить себе любить или же выгоду вы считаете что людей можно любить только если они этого заслуживают то к сожалению вы не можете себя любить просто так а если вы не можете любить себя просто так то навряд ли мы можем любить других людей а как может человек своем предназначении жить работать если он не любит людей потому что живя в предназначении мы реализовываемся но мы больше отдаем мы все делаем для людей а мы это можем делать от души и искренне только когда мы любим их